Свой 70-летний юбилей отметил известный художник, дизайнер, конструктор, академик Академии наук, культуры, образования и бизнеса Кавказа Казбек Французов. Казбек Хусеевич – один из немногих наших земляков, окончивший легендарное Ленинградское высшее художественное училище имени Мухиной. И, безусловно, Альма Матер наложила свой отпечаток на все его дальнейшее творчество. О жизненном и творческом пути мастера в материале Беллы Джозаевой. Сама озвученная фамилия этого мастера – французов – как будто бы была специально призвана для того, чтобы служить творчеству. Но с самого первого дня, когда у юного Казбека созрело решение быть художником, он встретил сопротивление. Его отец был сапожных дел мастером. И для начала хотел, чтобы сын стал подмастерьем, да и просто бы выбрал мужскую профессию, а не рисовал бы картины. Но чуть дальше на жизненном пути художника встретился человек, который утвердил его в правильности выбранной профессии. Это был его школьный учитель. Хоть и не хвалил он Казбека, как говорится, в глаза, но потенциал его увидел. При мне он никогда не говорил, что хорошо делаешь. Он всегда говорил, ну ладно, еще поделай, может, что-то научишься еще. Примерно так. А оказывается, это было его такое воспитание. Казбек Хусеевич своего рода уникальный художник. Он любит экспериментировать. У него нет какого-то традиционного жанра или направления. Сам мастер выражается словом «всеядный». В его коллекции портрет и пейзаж, и натюрморт, и исторические работы. А также мастер разнообразен в своем техническом исполнении. И даже по большей части Казбека Французова можно назвать дизайнером. Его авторские проекты не раз становились лауреатами и победителем международных конкурсов. В частности, проект мемориального комплекса, посвященный депортации карачаевского народа, на международном конкурсе в Женеве удостоился главного приза. Вообще, тема переселения родного народа занимает одно из центральных мест в творчестве Казбека Французова. Наше переселение угробило много талантливых людей. Из тех 22 тысяч детей, сколько бы еще родилось из этих талантливых. И те, которые мы сохранились, вот эта плеяда, которую сейчас весь художественный союз здесь держит, это в основном те, которые там родились. А теперешняя молодежь какая-то такая стала более свободная и видят, как мы утужимся и не могут понять, как можно так жить. Казбек Хусевич, без сомнения, является одним из выдающихся представителей в творческой плеяде карачаевских художников, внесших большой вклад в развитие художественной культуры нашей республики. Практически на всех полотнах и декоративно-прикладных работах этого мастера читается, как прошлое и настоящее Кавказа с его величием, так же его современный мир, навеенный самой жизнью. Я бы мог остаться и в Питере, у меня были возможности по моим творческим способностям, у меня и работа там была. Вместо того, чтобы многие там оставались, ну вообще люди любят комфортное место, правильно? У меня возникла такая идея внутри, у нас же такое выражение есть, надо быть на своей земле чем подмёткой, чем в чужой стране султаном. Одно из заветных желаний этого художника является коллекционирование. Был бы очень обеспеченным человеком, собирал бы произведения искусства для последующих поколений. И главное, организовал бы музей, говорит Казбек Хусевич. Ведь именно культурное наследие делает нас народом. Была Джозаева Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия.